сейчас мы на боевой позиции со стороны украинской армии перемирие не поддерживается вот она не соблюдается обстрел позиции круглыми сутками происходит и не только одной там где линия соприкосновения идет вот каждые сутки обстрел идет как из боевой машины пехоты вот за 23 вот минометами калибра 82 и 120 так же самое и стрелковое оружие подсольных гранатомет и агс раненые у нас иногда за сутки и по два и по три человека раненых бывает и парни и гибнут и 200 и есть у нас приказ не открывать огонь не поддаваться на провокацию в контакт не вступать стрелковое оружие у нас только рука у нас нет ни грамм и натометов на позиции ничего вот стоим там деление соприкосновения контролируем чтобы не зачистили не позицию в город не вошли трудно забыка проблемы у нас здесь россия нет здесь обычные шахтеры водителя вот я в армии не успел побывать сразу после того как закончил училище сразу взял оружие в руки так как война пришла к мне на порог сколько ты уже в ополчении одиннадцатого мая был ровно вот уже больше года ты уже опытный боец можно сказать командир до командир второго зона 20 лет сколько человек у тебя в подчинении личного состава 30 человек но есть еще рекомендированные люди то есть больше примерно человек 40 50 сейчас мы находимся 67 поселок у нас сторона майорска вот сторона держинска вот со стороны майорска обстрел все время ведется со стороны магдалиновки держинска все время тоже ведется вот эта вся часть линии соприкосновения вот до украинских войск батальона стоят правый сектор вот здесь примерно 700 800 метров сразу нас разделяет полоса лесополоса и поле подходят обычно по две группы примерно человек 10-15 на группа составе вот и подходят со стороны лесопосадки попытки зачистить позицию или боевые действия когда подходили очень близко я видел это что сейчас было со стороны майорска был со стороны магдалина друзья по перемирию вот и перемирия смотрите аккуратно осколки могут лететь я вату к шумину вот такое вот перемене у нас и возможно сейчас это даже артиллерия прикрывает чего теперь ожидать ожидать сейчас может еще техника работать как она обычно вот у них часто вот часто бтр и с кпвт стреляют боевые машины пехоты стреляют и иногда танки выезжают вот ожидайте вот так каждые сутки это не прекращается обстрелы парни раненых у нас много да возможно даже 152 скорее всего она и было указки бронежилеты вот все что на мне это в принципе есть форма нас рации средства связи есть у вас есть но мало это у тебя самодельные что ли разгрузка да это смотрю как будто из мешка да это у нас шьют этот секс самодельный закончилось это все быстрее уже взял бы задувок и зашвыгнул бы куда-нибудь не рад был этому всему я до последнего думал что не придется мне взять оружие в руки еще когда в славянске и самое обидное когда сами же жители донбасса взяли оружие они говорят то что это все россияне российская армия и тому подобное еще один взрыв это калибра 82 жилой поселок вот люди живут буквально 600 метров отсюда вот сейчас вот мина легла стороне поселка а Продолжение следует...